В моем сообщении речь пойдет о такой единицы измерения в передаче мифологических смыслов как мотив. Вопрос этот в каком-то смысле технологический. Мотив является категорией анализа к большей степени, нежели данностью традиции. Но я об этом немножко постараюсь сказать подробнее. Вот далее. Во-первых, несколько слов о том, что мы понимаем под мотивом. Эту оговорку сделать, по всей видимости, необходимо, потому что толкований мотива существует великое множество. Общего понимания, так сказать, общих определений на самом деле нет. Но мы будем исходить из того, что мотив – это наименьшее общее кратное, которое получается при сравнительном анализе тематических схождений в различных образцах и памятниках мирового фольклора. Очень существенно, еще со времен Веселовского, соотношение мотива и сюжета. Причем мотив на всех уровнях первичнее и элементарнее сюжета, он звено – составная часть сюжета, и он – эмбриональная форма сюжета. Ну, к этой вот последней формуле мы еще вернемся. Вот. Теперь несколько слов о структуре мотива. Прежде всего, бросается в глаза, что мотив имеет некоторое семантическое ядро и семантическую периферию. Причем соотношение элементов ядра и элементов периферии подчиняется, по всей видимости, распределению по кривой цифра, где немногочисленные, но высокочастотные семантические элементы будут составлять ядро, и далее будет, так сказать, поотношение, чем дальше к периферии, тем более разнообразно и менее частотно будут, так сказать, представлены, так сказать, эти вот эти элементы. Причем элементы, которые составляют ядро мотива, объединены максимально сильными сцеплениями, тогда как по мере того, как мы продвигаемся к тексту, так сказать, к текстовой репрезентации мотива, к его периферии, к его краю, мы будем видеть все большее и большее ослабление этих самых внутриэлементных связей. К этому еще надо добавить, что, конечно, собственно, ядерная часть мотива выявляется из многочисленных межтекстовых сопоставлений и межтрадиционных сопоставлений, и межкультурных сопоставлений, и межжанровых сопоставлений. И в этом смысле она представляет собой, ну, такой интертекстовый, интержанровый, интертрадиционную, интертрадиционную единицу. Это некоторые маленькие наборы универсальных смыслов, в то время как периферия гораздо больше связана с локальными формами традиции, с местными элементами местного фольклора, местных верований, местных мифологических представлений и так далее. Но, как я сказал, мотив не имеет общепринятой дефиниции. Тем не менее, два специалиста-фольклориста и нефольклориста, разговаривающие друг с другом письменно или изусно и употребляющие этот термин, будут вполне друг друга понимать. С этой точки зрения мотив можно причислить к так называемой конвенциональной единице анализа, которая удовлетворяет следующим требованиям, условиям. Мотив относится исключительно к плану содержания. Это очень важно сказать, потому что, так сказать, там сплошь да рядом бывает, что мотив называют, скажем, например, общее место, чего лучше не делать, поскольку общее место имеет сильную привязку к стилистической фактуре текста. Мотив устойчив и многократно воспроизводим. Мотив не бывает единичным. Это тоже очень важно, хотя и достаточно самоочевидно. Мотив интертекстуален, как я уже сказал, и парадигматичен. Мотив опознается благодаря наличию у него близких содержательных подобий и в самом тексте, и за его пределами. Это тоже очень важно. В сущности, в самом тексте у меня вызывают некоторые сомнения. Я ввел это суждение, отчасти опираясь на статью Петра Григорьевича Богатырева «Лейтмотивы в русской былине», где он рассматривает мотивы, повторяющиеся в одном единственном былинном сюжете об исцелении Ильи Муромца и его первой поездке. На самом деле, при более пристальном рассмотрении, все-таки он тоже будет вряд ли только внутритекстуален, скорее интертекстуален, эти самые его лейтмотивы. Теперь такие подобия лежат на пересечении двух контекстов. Горизонтального, синтагматического, что подразумевает повтор той же самой структуры, той же самой семантической комбинации, той же самой семантической константы внутри одного текста. И условий для этого повтора, для повторного появления того же самого мотива. И вертикального, парадигматического, когда мы можем брать, так сказать, некоторые взаимоналагаемые сущности из разных текстов, из разных традиций, из разных жанров и так далее. Мотив с семантически ослабленной ядерной частью может быть опознан. По сохраняющимся, толерантным условиям горизонтального контекста у нас фольклористы знают, занимающиеся анализом текста, что у человека, рассматривающего данный текст, срабатывает здесь некоторый сигнал. Вот тут мотив на самом деле, хотя там от него пятно осталось какое-то, вот так сказать. Но условия текста, условия, так сказать, сюжета, они толерантны к появлению этого мотива, и мы его опознаем таким образом. На самом деле за этим стоит некоторая неотрефлексированная операция сопоставления гораздо более широкого круга текстов. Вот. И по наличию полных, сильных реализаций того же мотива в сколь угодно значительном отдалении от рассматриваемого текста, то есть вертикальном, так сказать, вертикальном срезе. Вот. Далее я хочу проиллюстрировать все это на примере одного мифа. Миф этот можно обозначить как солнечный хаос и его преодоление. Что такое солнечный хаос? Солнца изначально было слишком много, количественно много, оно было слишком большое или оно было слишком близкое. Вот. Известны в основном три формы. Вот. Появляется некое существо, ну, культурный герой, выражаясь, так сказать, нашим языком, который устраняет этот солнечный хаос иногда с сильным перебором. То есть он вообще уничтожает солнце, и его приходится вызывать, регенерировать каким-то образом, так сказать, там, доставать подобие там и прочее. Сюжет весьма распространенный по миру, но, тем не менее, он имеет очаговые распространения. Наибольшее распространение – это гималайские, тибет-верманские народы, скорее восточная часть. И далее по юго-восточной Азии – это южный Китай, южно-китайские провинции и с уходом в малайско-индонезийский регион. Вот, скажем, это самая большая субверсия. Есть монгольская версия, есть восточно-тунгусская версия, есть единственная европейская, южно-славянская версия, и есть, так, кажется, я все перечислил. И, кроме того, есть раточечные, когда вот существует один башкирский вариант, он одна-единственная запись, ничего, контекста нету. Одна-единственная ненецкая запись, одна-единственная армянская. Вот такое тоже. Вот такая география у него. Но рассмотрение географии – это отдельная проблема. Речь в основном пойдет не об этом. Речь пойдет о двух мотивах, которые входят в этот миф, в его разные версии. Это один мотив – достать до Солнца с некоего возвышения. И второй мотив – угроза петушиного гребня. Далее я проиллюстрирую, объясню, в чем тут дело. Вот. Значит, во-первых, значит, мотив японский. Кстати, японская версия, простите, не сказал, да. Она локализована исключительно на юго-западной окраине Японии, и далее ее нет, она только там существует. Вот это Хансю в основном, ну и не только. Их не очень много, но, тем не менее, это отдельная версия. Так вот, значит, согласно одному из вариантов, в старину на небо выходило семь солнц, тогда Амандяку, такой женский персонаж, демонический скорее, села на сосновый пень и из лука сшибло шесть. Поэтому сосновый пень наказан, из него перестали расти новые побеги. Вот, значит, такая история, в которой мы имеем основную ядерную часть, это вот выделено жирным, на небо выходило семь солнц из лука сшибло шесть, это, собственно, суть мифа, вот это и главное его сообщение. А вот то, что касается села на сосновый пень, не вполне понятно, но понятно, что какое-то возвышение, то ли какая-то ритуалистика, то ли еще что-то такое. Вот, так без контекста мы это сказать не можем, но вот это понятно, что это тут у нас имеется толерантный контекст, сюжетный, толерантный сюжетный контекст. Вот, а вот то, что касается, из него перестали расти, он наказан, перестали расти новые побеги, это можно определить как добавленная этиология. Миф идеологичен в том смысле, что солнце стало столько, сколько надо, вот как сейчас у нас. Вот, это главная этиология. Но этиология, сильная этиология формирует некоторого рода этиологический пакет, и к нему, когда занимаешься мифологией, начинает, так сказать, в него начинает, он начинает наполняться другими этиологиями. Это довольно сильно, вот на этом мифе очень хорошо прослеживается, ну и далеко не только на этом. Так вот, этиология, почему сосновый пень какой-то определенной сосны не дает побегов, это добавленная этиология, довольно типичная такая добавленная этиология. Так, мы, значит, вот другая версия того же самого мифа. В старину солнце было очень жарким, крот рассердился, взял лук и стрелы, взобрался на вершину эбенового дерева, самого высокого, чтобы выстрелить в него. Солнце наказала крота, велела ему с тех пор ходить только под землей, ходить только под землей, и к уроке дерева, вот это эбеновое дерево, также было наказано. Вот. Ну, здесь мы видим, что пень на самом деле – это некоторая редукция дерева. На самом деле пень – это скорее финальная часть дерева, и, видимо, наказанного дерева, дерево, которое уже перестало быть деревом, да еще и побегов не дает. Но отсчет в этой версии идет от этого самого финальной части. А, так сказать, семантический контекст раскрывается из сопоставления. Мы видим, дерево должно быть высоким. Зачем оно должно быть высоким? До солнца надо достать. Вообще, для выстрелов из лука, да, это монгольская, скажем, версия, идеи, что надо доставать до солнца, только стрелять, вообще никакое возвышение для этого не нужно. Однако, вот в одной из австроназийских версий, это Южный Китай, Гуджо, значит, герой длинным бамбуковым шестом с высокого дерева, да еще на горе, сбил шесть солнц и шесть лун из семи. То есть, таким образом, доставание до солнца, сама идея доставания до солнца, мотив доставания до солнца, работает на другую версию, не на лук со стрелами, а на шест, копье или что-то такое, вот так сказать, там и так далее. Вот таким образом происходит текстуализация в этом мифе. Ну, вот сопоставительная табличка этих трех вариантов, которые, видимо, более наглядно иллюстрируют то, что я только что сказал. Так, теперь второй мотив. Мотив «Сбить избыточное солнце стрелой из петушиного гребня». Это вообще довольно забавная вещь, потому что, значит, вот в гималайско-юго-восточно-азиатской версии там встречаются такие вот формы, ну, как это сказать, биологического оружия. Скажем, так сказать, когда изготавливается, оружие изготавливается из странных вещей, из живых змей, ну, это еще бог с ним, ну, скажем, из гениталий белки самца, вот, или из петушиного гребня. Вообще это все довольно, как-то, так сказать, там выглядит довольно странно. Так вот, значит, культурный герой Жаба делает себе стрелу из петушиного гребня, чтобы поразить избыточное солнце. Солнце якобы от усталости, а на самом, это другой сюжет, а на самом деле, опасаясь быть застреленным, садится раньше, в некоторые зимние месяцы, когда, как считается, петушиный гребень вырастает на полную высоту. Мудренно, правильно? Ну вот, то есть, так сказать, когда, поскольку в солнце стреляли стрелой из петушиного гребня, значит, солнце, прикидываясь, что оно усталое, пораньше заходит и попозже встает, в тот период, когда у петуха гребень особенно сильно отрастает. Вот это вот, значит, называется угрозой петушиного гребня. Страх перед петушиным гребнем в порядке такой обратной зависимости связан с устойчивой репутацией петуха как вызывателя солнца, вызывателя спрятавшегося солнца и регулятора его дальнейших восхождений. Это вообще миф, как бы нам хорошо, сюжет хорошо знакомый, в смысле, вот вызыватель солнца, петух как вызыватель солнца, но тут это очень нюансировано, и, по всей видимости, исток этого мотива идет ровным счетом отсюда, потому что эти самые, ну, о домашнем, у них кур, джунгли, их кур вообще происходит отсюда, и, по-видимому, первая ритуалистика, связанная с ними, представления, связанные с ними, они особенно густо представлены в этом регионе, где, так сказать, особый там, ну, где-нибудь на Бали, там, культ петушиных боев там и так далее, этого довольно много. Так вот, петух получает гребень в награду за то, что светило выходит на его крик. Ну вот, тогда как призывы коровы и тигра пугаются еще больше. Ну, нет, твой голос нехороший, слишком громко ты поешь. Вот, спрятавшиеся светило покидают свое убежище после крика петуха, значит, за что его награждают гребешком. С тех пор они выходят по очереди, петух обещает трижды кричать по утрам. Это, ну, тоже Южный Китай, значит, вот другие там племена. Вот, значит, в первом случае Мяо-Яо, во втором случае Ли Судрун, это Тебя-Таберманский. Ну вот, петух разрезает узел в знак заключения договора, половину бросает в Солнцу и Месяцу, а другой делает себе гребень, сказав супругам Солнцу и Месяцу, голодающим в пещере, отныне выходите после того, как я запою, обещав, что в него не будут больше стрелять. Ну вот, собственно говоря, табличка с более, так сказать, более наглядной. Что за этим совсем, вообще говоря, стоит? На самом деле, значит, получается, что гребень петуха как орудие укращения Солнца становится знаком заключения договора, обеспечивающего нормальный миропорядок и награды петуху за выполнение миссии. Это уже тоже, так сказать, некоторые фазы последующей текстуализации. Но подобная роль петуха отражена там и в других сюжетах. Но у этого сюжета, у этого мотива имеется некоторая биологическая база. Она связана с тем, что гребень петуха в определенный сезон, видимо, в период его сексуальной активности, действительно вырастает. Это происходит, по-видимому, как можно понять, так сказать, в зимние месяцы. Соответственно, устанавливается импликация того, что, значит, это самое тогда, когда вырастает петушиный гребень, Солнца заходит меньше. Оно боится. По всей видимости, так. Вот. Петушиные гребни формируются вообще... Вы знаете, я искал про петушиный гребень, это не моя специальность, это сложно. Вот. Оказалось, что куры вообще очень обижены орнитологами. Еми занимаются птицеводы. Я с трудом нашел вот соответствующее описание там и так далее. Да, действительно, петушиный гребень очень формируется как значимый признак половой зрелости. Раннее появление гребней сигнализирует о здоровье и статусе. Самца перед дракой, гребень наливается кровью, поднимается, вырастает. Да, действительно. Вот. Ну и так далее. И на этом, очевидно, основано вот как раз там, на юго-востоке, значит, отношение к петуху как к символу маскулинности, к петушинам боям, к преимущественно такому гендерному, так сказать, да, распределению этого всего. Вот. Таким образом, роль петуха в данной версии мифа основывается на установлении двух импликативных наблюдений наивного природоведения, дающих импульс по следующему сюжету образованию. Поскольку солнце начинает заходить всё раньше, когда происходит рост петушиного гребня, этот процесс, по-видимому, пугает светило. Поскольку крик петуха предшествует восходу солнца, можно предположить, что он будет дневной светилой или вызывает его из некоего убежища. Из всего этого следует, что петух обладает особой властью над солнцем, а его маскулинные атрибуты, гребень, шпоры, там гребень тоже фигурирует, полученные при установлении договорных отношений со светилами, продолжают быть для них потенциальной угрозой. Вот, так сказать, пожалуй, два реальных примера, которые иллюстрируют некоторую мою экспликацию текстопорождающих потенцией мотива. Спасибо. Сергей Ильич, я понимаю, что вообще обсуждение дискуссии о мотиве может быть бесконечной, но меня интересует вот что. Очень спасибо за очень интересный доклад. Меня интересует логическая структура мотива. Должна ли там обязательно присутствовать преддикация какая-то? Ну, например, там стрелять в солнце, там это ель. Может ли считаться мотивом просто, ну, не знаю, там, мотив петуха или мотив крика петуха? Вот есть ли здесь какие-то требования к мотивам? Поскольку сюжет, это, конечно, структура такая очень логически, но она просто сложная, а мотив – это элементарная составляющая сюжета, то насколько обязательно здесь? Может ли быть просто мотив волка или должно быть обязательно мотив того, что волк, кто-то что-то делает или с ним что-то делает? В каком-то смысле как решим, так и сделаем. Это, так сказать, тут это в очень большом степени. В моем вот такое акциональная структура мотива – это то, к чего придерживался Елизарь Моисеевич. И именно так, так сказать, он смотрел. Мотив обязательно – это микросюжет, вот скажем так. Есть другая точка зрения, к которой я скорее склоняюсь, что мотив, я бы сказал, потенциально акционален за счет того, что в… то есть мотив волка может быть, мотив петуха, мотив петушиного гребня, учитывая то, что петушина и гребень может быть включен в такой вот вот, в некоторый спектр действий, выступать либо как субъект, либо как объект, так сказать, какого-то действия там и так далее. То есть предмет… то есть, ну, в семантику мотива должна входить возможность его акциональности. Вот так я бы сказал. Остается открытым вопрос, будет ли, если мы возьмем разные сюжеты, петух всегда удовлетворять вот этому комплексу, а не будет ли он включен в какой-то совсем другой комплекс, скажем, например, там. Тогда будет сложнее, потому что тогда нам, очевидно, придется оговаривать, что речь идет о петухе, ну, в определенном ракурсе, так сказать, скажем, да, в таком космическом петухе, если угодно, вот так вот. Петухе так или иначе связано. Да, потому что действия, ну, практически, вот, так сказать, там, сопоставительный анализ показывает, что действия всегда не одно. Они могут быть альтернативными, не только, так сказать, не только параллельными, дублирующими, дотализирующими и так далее, но могут быть даже альтернативными, воспроизводя ту же структуру, ну, в зеркально-симметрическом, так сказать, в зеркально-симметрическом виде. Пожалуй, так. А какой-то смысловой компонент, который не обладает частотностью и, допустим, предъявляется в каком-то тексте в первый раз, он, согласно предложенному пониманию, не является мотивом? Он может стать мотивом, правильно ли? Мотив – есть категория анализа. Это не есть сущность, которая, так сказать, там, я не знаю, ну, Господь Бог в первые дни творения не сказал быть мотивом, вот и это пусть будет мотив. Да, но вот просто мы, так сказать, мы говорим, мы называем это мотивом. Нам для наших операционалистических, так сказать, целей нам удобно это называть мотивом. Что касается, значит, так сказать, постановка для фольклориста, постановка вопроса употреблён в первый раз, ну, почти лишена смысла просто, не бывает в первый раз. Обнаружился какой-то новый текст. Обнаружился новый текст, пока… Может, какой-то компонент важный для этого текста. Нет, ну, понимаешь, пока мы не сопоставили это с другой аналогичной сущностью, мы этого элемента не увидим. Да? Ну, конечно. Если мы увидели, так сказать, там, я не знаю, мы читаем Пушкинское, мы читаем, там, обнаруживаем мотив метели у Пушкина… Мотив чего? Ну, метель, метель, метель. Мы вспоминаем, там, и «Мчатся тучи, бьются тучи», и «Повесть метель», и «Капитанскую дочку», и так далее. Уже у Пушкина это, так сказать, будет встречаться там несколько раз, и тем самым… А так это может быть, ну, я не знаю, там, деталью пейзажа, просто проходным каким-то элементом. Я бы хотел все-таки, ну, как-то, не то чтобы не задать вопрос, а сделать замечание. Дело в том, что все-таки мотив, ну, вот как этот термин, это все-таки не только на инструмент фольклориста, но, как мне кажется, что-то подобное есть и в том, что можно назвать порождающей моделью самого того, кто это все рассказывает или придумывает. Потому что очень часто сказки там… Вот они и говорят, сказка там о чем-то. И вот это что-то, оно уже как-то… Ну, представление самого, так сказать, творца – это уже что-то важное, что-то там значимое. Потом мы можем это как-то определить как мотив, часть мотива там, ну, и так далее, и так далее. Семантический элемент и так далее. Но, все-таки, мне кажется, что стоит помнить, что все эти вещи, в том числе и мотивы как-то таковые, они суть, как мне кажется, ну, вот какие-то сущности, которыми оперирует сам создатель этого текста. Иначе этот текст, он не сможет быть воспроизведен, там, другим создателем или каким-то другим образом и так далее. Для меня мотив скорее элемент анализа, все-таки. Это инструмент анализа, а не, как сказать, ну, одно же, как бы, так сказать, там, я не знаю, две стороны одного и того же. Но, вообще говоря, можно говорить о том, что текстопорождение использует некоторого рода устойчивые, семантически нагруженные элементы, которые мы можем называть мотивами. Вот я бы, так сказать, на этом бы согласился. Я сказал, что конвенциональная единица. Два человека, вот мы с тобой будем, так сказать, это обсуждать, и мы согласимся на том, что да, это мотив. Вот, так сказать, так, конвенционально в данном случае это вполне будет уместно. Когда я занимаюсь мифологическим мотивом, опираясь на фольклорную традицию, то я скорее буду считать это единицей анализа и буду работать с ней, как с некоторой вот такой условной единицей, с ее ядерной частью, периферийной. Я не говорю о том, что семантическая структура текста аморфная и не имеет структуры, там, не имеет, так сказать, никак не организованной. Я говорю исключительно об этом самом, о самом понятии мотив. На протяжении, там, ста лет, там, исследователям не удается договориться о том, что такое мотив. И нет, так сказать, нет никакой, нет общего понимания, и даже наше сейчас обсуждение показывает, что этого общего понимания таки и нет. Вот, и с этой точки зрения, почему я предложил называть это конвенциональной системой. В рамках определенного контекста мы можем, так сказать, мы договариваемся и понимаем друг друга прекрасно. Вот, при исследовании текста, имеющего семантическую структуру, имеющего свои семантические сгущения, имеющие, так сказать, и в этих семантических повторяющихся компонентах будут, там, ядра и периферия, там, и так далее. Ну вот, я имею право назвать это мотивом. Другой человек назовет мотивом другую вещь, и, в общем говоря, тоже у меня нет оснований против этого возразить. Вот, поэтому я предпочитаю называть это скорее инструментом анализа, нежели самой сущность. Сущность мы можем обозначить, видимо, и какими-то другими словами. Я же не отрицаю существование этого, понимаете? Это как бы так. Сущность мы можем обозначить, видимо, и какими-то другими словами. Сущность мы можем обозначить, видимо, и какими-то другими словами.